Первый канал и компания Телеформат представляют Утром по дороге на работу детектив Алексей Насонов зашел к своему знакомому гитарному мастеру Олегу Зотову А я смотрю, у тебя тут ничего не меняется Да ладно, не меняется, я уже давно повзрослел Это Алексей Викторович, капитан милиции, он меня лет 15 назад задерживал Я тогда был молод, глуп Ну это когда антиглобалистом заделался, а потом у нас у завода шин себя цепями приковал, а ключи от замка проглотил Ну да, да, я помню, как тебя тогда автогеном из забора вырезали Ты же тогда за экологию боролся, да? Спасал волков средней полосы Было Давно это было, а я вот из органов-то ушел, теперь вот Ого, частный детектив, а к нам зачем? Чужим женам я не изменяю Ага, это ты молодец, правильно делаешь Но я к тебе по другому поводу У меня племянник вроде бы серьезный, гитара увлекла Ой, что ты мне? Будь здоров Вот, решили сестру подарок ему сделать инструмент Ну это отлично, я посмотрю, что я могу сделать, есть варианты Олеж, слушай, ты не обижайся, мы нападем На работу пора уже Ты тоже давай вставай Ну мы же не мешаем Давай, чувак, увидимся Ну мы же не мешаем, правда? Да, не мешаем, но пора на работу Ребят, после работы заходите, если что Давайте А что-то их выгнуто Да нет, им уже давно пора, им действительно на работу Ну, сейчас я посмотрю Хороший начало дня Да-да Алексей Викторович пришел? Я вчера отчет доделала Нет, он звонил, сказал, что по дороге заскочит в гитарную мастерскую Здесь рядом Ну, у шефа открываются все новые и новые таланты Это к Зотову, что ли? Ну да, к нему, а ты откуда знаешь? Ну, что ты думаешь, ты один такой продвинутый? Зотов, между прочим, известный блогер Я иногда его читаю, прикольно Ну да, не формал такой Постоянные посиделки, дусовки Но при этом талантливый мастер Да Но вот только недавно моя знакомая сына гитару заказывала Кучу денег заплатила А через день у гитары дека повела Ну, она отнесла ее обратно Правда, Зотов вернул деньги и даже извинился Ну, недели три придется подождать Сейчас жду доску от нового поставщика Что-то не лазится у тебя? Да какие-то проблемы с новыми инструментами бывают Отдаю новую гитару Через несколько дней что-то не в порядке Думаю, может, с материалом что-то нет А вот это что за гитара? А это реставрация Последние полгода только ими и занимаюсь Очень даже прибыльно Андрей помогает Ну, вот мой новый приятель Клиентов подгоняет Между прочим, даже из-за границы А я его на гитаре учу играть Ну, мечта у него такая Я и учу А ты что за, я смотрю, совсем разболелся? Да сам не знаю Уже давно чихаю Вообще, напасти какие-то творятся То одна напасть, то другая Чихаю, гитары портятся Тут затопило меня Вода непонятно откуда шла Еще чуть-чуть Я в чертовщину поверю В чертовщину, говоришь? А много к тебе сюда своих-то ходят? Вика, Андрей Павлушка И Света заходит Да все хорошие ребята Правда новые Старые-то рокеры Разъехались Кто в Питер уехал Кто в Москву вернулся Значит, говоришь Затопило, гитара портится Ты думаешь, это просто? В машине кто-то колеса порезал Девушке свете моей Кто-то Настучал, что у меня роман на стороне Да еще чихаю Ну жизнь Слушай, а может у тебя тут какой-нибудь тайный враг завелся? Да бросьте вы, начальник Ой, Алексей Викторович Да просто не прет Ничего, не волнуйтесь Я вам такую гитару сделаю Закачайтесь По дороге в офис Насонов позвонил своим помощникам И попросил собрать информацию о Зотове Что ж, погружаемся в мир рока? Секс, наркотики, рок-н-ролл? Да не дури У Зотова на самом деле Реальные неприятности Я хочу ему помочь Только он о помощи не просит Что узнали? Ну, как я уже говорила На Зотову жалуются Мол, у него гитары трескаются Правда, во всех случаях Он возвращает деньги Живет на окраине Вместе с матерью Мастерская существует официально Привлекался Это я и так знаю А насчет слуха Сплетен что? Да не такая уж и звезда Этот Зотов Ну, правда, он мастер Даже получил золотую гитару В прошлом году На всероссийском конкурсе Ну, выступает на разных фестивалях Поет, играет Ну, он же не светской лица Что о нем писать? И конкурентов у него нет В нашем городе мастерская Такая одна Может, ему и правда не везет И врагов не надо искать Да, Олег Милиция, обыск? Ну, мы сейчас будем У Зотова мастерской обыск Его подозревают в хранении взрывчатых веществ Нифига себе Действительно не везет, парни Собирайся, поехали со мной Вот на этот раз он просит о помощи Кать, пока здесь Ну, а почему его подозревают в контрабанде? Ну, вроде бы как гитара, которую Зотов получал на реставрацию И перевозила взрывчатка Ого Взрывчатка это серьезно? Да уж куда серьезнее И странно как-то все получается На Зотова обрушиваются неприятности А теперь еще и обыск Конкурентов у него нет Значит, что-то личное Получается, что Паксит Это ему кто-то из своих Ничего не понимаю Ворвались, несколько гитар забрали Какая взрывчатка Бред какой-то Так, спокойно разберемся Ром, побудь с Олегом поговорить А я? О, а я жду, когда ты появишься Насонов узнал знакомого оперативника Вадима Антонова У нас вызова Представляете, ворвались Все с собаками обыскивают А у меня что, только Реставрационный инструмент Больше ничего-то нету Идиотизм какой-то Ну, а как объяснили причину обыска? Да вообще говорят, не обыск Говорят, это досмотр в целях обеспечения Безопасности граждан И противодействия терроризму Идиотизм Ну, как ты понимаешь Олег, ты мой клиент Пока мы его не задержали Но пока Да Собака ничего не нашла Да и обыск тоже ничего не дал Но Может экспертиза что-то покажет Ну, а с чего вы вообще-то Все здесь устроили? Неделю назад нам позвонил Неизвестный И сообщил Я хочу сообщить о том Что через мастерскую Зотова перевозят взрывчатку В гитарах, которые ему присылают на реставрацию Если вы проверите, то убедитесь Только за последние два месяца Зотов получил более 10 гитар для реставрационных работ Мы проверили И действительно Поток гитары на реставрацию резко возрос Раньше ему одну гитару в год поставляли Неделю следили Кстати, сегодня тебя там тоже видели А сегодня пришло еще две гитары Вот мы и устроили досмотр Так, ну а что за неделю? Да так, ничего серьезного Друзья, девушки, тусовки Короче, я эти гитары изъял Все, как полагается, с пнятыми Ну, посмотрим Может экспертиза что-то и покажет А в сумке до тебя что гремит? Мною также был изъят аппарат неизвестного назначения С перегонным кубом То есть, иными словами, ты еще изъял самогон Тратил в нем будешь искать? Слушай, я понимаю На него настучали Я охотно верю, что Зотов не является пособником Но проверить мы должны А вдруг действительно там что-то перевозят Скажи, а каким именно способом Гитары попадали к тебе на реставрацию? Да каким обычным? Доставка, почта, курьером Пару раз сами клиенты привозили Слушай, ну почему я? Почему в моих гитарах? Кто стучит на меня? Да мне кажется тот же, кто устраивал другие пакости Да нет у меня недоброжелателей Ну, выходит, что есть Причем шеф считает, что это кто-то из твоего ближайшего окружения О, знакомься, это Паша Мой друг У меня все хорошо? Ну как тебе сказать? Знаешь Все перевернули, пару гитар забрали Паша, он не мой после аварии Но слышать нормально На гитаре играет как бог Я его учу Паша, заварь кофейку, а? Спасибо У гитарного мастера Олега Зотова сплошные неприятности Ему прокалывают шины, затапливают мастерскую, достают анонимными кляузами Добавок ко всему, в мастерской проводится обыск на предмет обнаружения взрывчатки Опять же, по анонимному звонку Олег, расскажи, кто в твоей мастерской бывает регулярно? Да очень немного народу Паша, Вика, Андрей Ну и Света само собой Так, 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 подожди Давай-ка с подробностями Адреса, фамилии, род деятельности Сейчас я попробую Что ж такое? Андрей не Чапаренко Он какой-то крупный чин в банке работает Вика то ли Платова, то ли Платонова Точно не помню Ну, Паша Он Смешная у нее какая-то фамилия Типа Анопка Он у меня дольше всех в мастерской тусит Я не мой Но, слышу, играю Вы мне поможете? Хочу научиться делать инструменты Ну, давай попробуем Проходи, друг Я же не беру учеников Но Паша же не мой Ну, как я мог его не взять? Вот А он старается На гитаре играет отлично Атычка Атычка его фамилия Такая Я тут права его видел На днях вспомнил Так, ну а Света? А Света Это, ну, моя девушка Фамилии я, конечно, не помню Как это не помнишь? Зачем тебе моя фамилия? Ты же с Викой спишь Иванова моя фамилия Да не сплю я с Викой Золото У меня проблемы Мне надо поговорить с моим человеком Иди к Пашу попей к Вику, хорошо? С самогончиком? Да Я так понимаю, что это и есть Света Да, ну тут такая история Она же В музыке ноль Но тусит со мной Потому что это типа круто Она потом подругам в своем медвичилище хвастается Тебе и завидует А работает она няней иногда еще Красивая Красивая При такой красоте мозги-то, в общем-то, не нужны Тут, знаешь, такая история Ей кто-то про Вику рассказал Ну, точнее, она с Викой давно знакома В общем, тут все так запутано Я сам ничего не пойму Вот твой кофе Спасибо Тебе завтра гитара придет? Какая-то особенная на реставрацию, Андрей говорил? Да нет Вполне обычная Чему-то батя принадлежал, старенький инструмент Но платит отлично Спасибо, Андрюхе помогает Вы здесь Я так и знала Видишь, номер не определен Мне какой-то мужик звонил и сказал, что ты с ней спишь А ты? Ты стерва Так, девчонки, девчонки, девчонки Какой-то умник ей про Вику рассказал Что я типа сплю с ней А я не сплю с ней, она мне просто друг А я с друзьями не сплю Хотя с Викой, конечно, мог бы Так, подожди, подожди Я теперь сам запутался Света, это твоя девушка Вика просто друг Вика друг Вика отличный музыкант Она такую музыку сочиняет Ты бы слышал Просто друг Который пытается тебя соблазнить Но ты верен Свете Которой кто-то рассказал, что у вас с Викой якобы интрижка Какая интрижка? Это Светик интрижка А Вика, она наша Поэтому она просто друг Так И теперь они в ссоре Ну не то чтобы в ссоре Вообще у меня правила простые Если кому-то что-то не нравится Может уходить Ну Вике просто пофигу А Светка, ну дуется на нее Послушай, а ты не думал Что Вика или Света из ревности Могли тебе напакостить? У меня сначала начались неприятности А потом появились девчонки Вот, все что смог Половину фамилии Олег точно не помнит Да и я сам, честно говоря, уже запутался Кто здесь кому друг, товарищ и брат Ничего, спокойно разберемся Алло, Кать А записываешь, надо сделать Насонов дал Кате задание Пробить по базам все ближайшее окружение Олега Зотова Поняла Сделаем Что ж такое-то? Что ж я так чихаю? Последний раз так чихал в детстве Когда родители купили мне волнистого попугайчика Оказалось, что у меня аллергия на пуху перо Причем на любых птиц Попугая, конечно, пришлось отдать Потому что я чуть не получил анофилактический шок Но здесь-то у тебя птиц точно нет Вот кофе Крепкий Да, с самогонщика капаем Вот Олешке бедняжке не везет в последнее время Гитары корежатся, вирус напал какой-то А еще эти менты с проверками Мне Павел по смс написал, что у тебя тут произошло Ужас Знаешь что, Олешка, это тебе сигнал свыше С небесы Вот интересно, зачем мне маму Павлу блютуз, а? Камеры бы здесь поставить Причем так, чтобы Олег ничего не знал Эта широкая душа расскажет всем своим Я, кажется, придумал Сейчас попробую их фугулять вывезти Да, Кать Алексей Викторович, я еще не все успела Но вы просили звонить с любой информацией Итак Андрей Чапаренко В разводе он действительно ведущий Менеджер крупного банка Довольно состоятельный Имеет много друзей и связей А папу у него не поверите Коллекционирует музыкальные инструменты Ааа Ну теперь понятно, откуда он берет клиентов для Олега Нет, ничего криминального Абсолютно чистое досье Мало того, Андрей хорошо зарабатывает Да и папа, если не олигарх, то вроде того Только непонятно, что он делает в этой тусовке Так, далее Света Иванова Тоже ничего из многодетной семьи А что по остальным? Так На Павла Тычка ничего не могу найти Но наш городской прописан на Ленина 17 Но никаких медкарт и никаких документов на инвалидность нет И никакого упоминания о том, что он попал в аварию, тоже нет Я думаю, ты и не найдешь Давай работай Так, интересно Насонов с удивлением обнаружил в гитаре птичьи перья и пух Слушайте, ну я тут подумала, это как в кино Олежку кто-то мстит На самом деле его используют две разные темные силы Ну чистое кино У тебя все? Паш, ну чего, как ты отдышался? Мне уже лучше, я пойду, буду вечером Давай Алексей Викторович сообщил Роману, что камеры установлены и можно возвращаться Только мы не все вернемся Павлу понадобилось уйти Так вроде он ни при чем Так, ну еще лучше Давай тогда наблюдая за ним Я думаю, что он только притворяется ним Понял Алло, Кать Давай-ка быстренько подъезжай ко мне в мастерскую Я тут обнаружил какие-то странные перья Надо будет установить, какой птиц они принадлежат И вообще такое ощущение, что в некоторых старых гитарах раньше был сковоречник Да, хорошо, сейчас приеду А может быть в этих гитарах контрабанды и редких птиц перевозят? Ну да, конечно, редких попугаев из Африки Все, давай пули, я тебя жду Ну что, пока вы гуляли, одну загадку, кажется, я разгадал Я знаю, почему ты чихаешь, у тебя аллергия В смысле? Ну ты когда реставрируешь старые гитары, ты внутрь вообще заглядываешь? Да, конечно, некоторые даже на части совсем разбирают уже реставрироваться И что, ничего странного не ведут? Паутина, пыль, как обычно старых инструментов Ну вот, посмотри, что я там нашел И еще я обнаружил некоторое количество пухов в гитарах, которые поступили несколько раньше, которые ты еще не успел обработать Ну как чудно, как странно Я же говорю, кино, сплошные загадки Вот и я девчонкам общаги расскажу А может это вовсе не взрывчатка контрабанда, а канарейки какого-нибудь редкого вида? Невероятная глупость Я уже второй раз слышу эту экзотическую версию Здрасте Молодец, что так быстро Держи перья, надо постараться побыстрее сделать Алексей Викторович, знаете, я правда читала, что в гитарах контрабанда и редких птиц перевозят Не ты одна так думаешь Я так не считаю, но версию проверить надо Да, мам, конечно Заскочу в аптеку вечером Вот, терраса Алексей Викторович Ну, вы были правы, Павел прекрасно разговаривает Посмотри, куда он направляется и сообщи мне Думаю, нам есть о чем с Павлом побеседовать У гитарного мастера Олега Зотова сплошные неприятности Ему прокалывают шины, достают анонимными кляузами А вдобавок ко всему в мастерской проводится обыск на предмет обнаружения взрывчатки Детектив Алексей Насонов уверен, что Олегу пакостит недоброжелатель из его ближайшего окружения При осмотре мастерской Насонов обнаруживает в гитарах, привезенных на реставрацию птичьи перья и пух Ничего не понимаю Алексей Викторович, ну тут какая-то странность Большая часть перьев принадлежит голубю обыкновенному Ну, это который в парках водится А есть одно перо, ну необычное Это перо голубиное, редкой почтовой породы Так называемый ледный английский голубь Редкая и дорогая птица Так Кстати, эта птица как раз может и стать предметом контрабанды Налог на увоз в Россию у этого голубя очень высок Да и не все страны, в которых выводят этих птиц, дают разрешение на вывоз Я уверена, что в гитарах перевозят контрабанды этих птиц Их усыпляют, пеленают и прячут Такой голубь как раз влезет внутрь гитары Ну ты поговори с голубятниками, с теми, кто разводит этих птиц Такое вообще возможно? Но сначала друзья, ты Вику проверила? Да, ничего особенного Офис-менеджер строительной фирмы Хороший оклад, не замужем Да, вот есть еще одна любопытная информация по Павлу Может она пригодится Так, дело в том, что год назад погибла невеста Павла Покончила с собой буквально за неделю до свадьбы Обожала рок и бардовскую песню Участвовала и ездила на всякие фестивали Может это как-то связано? Да и кого и в чем мы подозреваем? Да пока всех и во всем Откуда перья, особенно перо этого редкого голубя? И как все это связано с неприятностями Олега? Давай, давай, работай, собирай любую информацию на людей из окружения Олега Слушай, Олег, пока это, конечно, версия, причем довольно шаткая Но, возможно, в твоих гитарах и правда перевозили контрабанду Каким вы были? Да я пока сам не знаю Но вот одно перо принадлежит очень редкой пародии птиц У нас они не водятся Скажи, а вот гитары на реставрацию ты сам принимал? Принимал сам, но распаковывали на мои друзья Вика, Андрей, Пашечка У них у всех есть ключи от мастерской, они могут сюда войти Так вы что и правда думаете, что в моих гитарах могли возить каких-то конарей? Почтовых голубей Голубей? Почтовых? Зачем? Есть же интернет, зачем голуби? Ну, это пока версия, причем непроверенная Извините Да, Рома Роман сообщил Насонову, что Павел сидит в кафе неподалеку Ну, я за Павлом не пошел, он же меня видел Наблюдаю за ним отсюда Он вон за тем столиком Молодец, спасибо Слушай, ты договорись о встрече с Викой и Андреем А я пока поговорю с Павлом Ну, а что вы ему скажете? Попробую поговорить с ним на чистоту, почему мы притворяемся с ним им Да, кстати, я камеры за мастерской завел на ноутбук Понаблюдай, что там происходит Только тебе придется туда подъехать А попозже я туда подъеду Ну, а как я буду наблюдать за камерами и одновременно встречаться с Викой и Андреем? Ты просто иногда просматриваешь записи Павел, только я вас сразу попрошу Не надо притворяться, что вы не мои Я знаю, что вы прекрасно владеете речью Никакой аварии не было А дело здесь с Валеней Ты расскажи, что произошло Она познакомилась с ним на каком-то концерте А он переспал с ней и бросил И даже потом не вспомнил И это все за неделю до нашей свадьбы Паш, я не выйду за тебя Нам надо забрать заявление из ЗАГСа Почему? Потому что я встретила мужчину своей мечты Я выйду за него А иначе мне незачем жить Незачем Он ее просто растоптал Он ее бросил, как дешевку Ее сломал, как куклу Я решил тогда отомстить Ага, и ты, значит, втерся в доверие коллегу И стал ему пакостить Портить гитары, прокалывать колеса Рассказывать все эти, что он спит с Викой Ну что, достойная мужская месть Я сначала хотел просто посмотреть на него А потом понял, что для такой сволочи, как он Легкой смерти мало И я решил его унизить Разорить и унизить Звонок в милицию твоих рук делал? Да Значит, ты узнал, что у Олега аллергия на птичье пух и перо И стал ему подкладывать перья в мастерскую Так ты понимаешь, что он мог умереть анафилактического шока? А ты бы, конечно, остался бы ни при чем Ты же мечтал его убить? Я ничего не знаю про перья Я все остальное делал, а про перья я не знаю ничего Тем временем, Роман договорился о встрече с Викой Садитесь Вот, у меня как раз перерыв Полчасика есть на обед Что вас интересует? А скажите, а вас не смущало то, что в последнее время на Олега столько всего навалилось? О, всякое бывает А что? У меня там попугай Его ветврач попросил в темноте подержать, потому что он болен чем-то Но вы задавайте свои вопросы побыстрее, потому что мне уходить нужно Так-так Интересный попугай На английского почтового голубя почему-то похож Ну, в общем, ситуация такая У Вики на кухне живет голубь, судя по всему, редкой породы Которого она мне почему-то пыталась выдать за попугая В общем, я уверен, что Вика есть тот человек, который занимается организацией контрабанды Да что ж вы все заладили про контрабанду? И как потом Вике это удается? Вика и Андрей в сговоре, я уверен Они наладили совместный бизнес Андрей договариваться о гитарах на реставрацию А Вика занимается ввозом контрабанды Тоже бизнес Ты представляешь вообще, сколько птиц надо засунуть в гитару, чтобы хотя бы риски оправдать? Все, давай, пока Ну так чего же ты решил-то, что Олег контрабандист? Ему неделю назад прислали гитару на реставрацию И он достал оттуда какой-то пакет А потом у него появились деньги И он устроил тусовку Каш, блин, ты говоришь, что у нас происходит? Олег, я должен объяснить, что все неприятности в мастерской Насонов объяснил Олегу, по какой причине Павел устраивает неприятности в его мастерской Ты что, сошел с ума? Какая Алена? Была год назад какая-то девочка, милая, романтичная дурочка Вбила себе в голову непонятно что Зачем ты это делал? Вот, Алена И ты с ней переспал, а потом бросил Паша, я тебе клянусь, не было у меня ничего с ней Ну что, давайте вы потом будете разбираться, что там у вас было, что не было Так, значит, я во всем виноват Я же видел Как ты неделю назад доставал из гитары какой-то сверток Неделю назад гитара в реставрацию пришла Ну, детали, которые от нее отвалились, внутри в пакете лежали Хозяин, видимо, положил, я и достал А потом у тебя появились деньги Я же машину продал, на эти деньги тусовку и устрою Ты гонишь, Паш Роман продолжает наблюдать за мастерской Алексей Викторович, в мастерской Андрея, он что-то ищет А, вы скоро будете? Хорошо, жду Еще раз здравствуйте Не стоит извинений Я думаю, Олег вам, как и всем остальным своим, рассказывал про обыск и про все остальное Да, и что? А что вы здесь ищете? А где Олег? Да, кстати, Вика, хотел спросить у вас А что у вас в квартире делает голодной редкой породы? Причем той же самой породы, чьи перьевы были найдены здесь в мастерстве Что? Послушайте, ребят, я уже готов принять даже самую невероятную версию О том, что вы наладили какой-то, ну, просто странный бизнес по доставке птиц в гитарах Но, думаю, все гораздо проще Так, смотри Какое-то упоминание о Платоновой Посмотри, в связи с чем Так, ссылка на социальную сеть, ссылка на стройфирму А еще? А еще она проходила свидетелем поддела об ограблении банка Обвинялся некий Игнат Колбов Сейчас живет на поселении, переведен полгода назад Так, ну, в любом случае надо шефа звонить Как Игнат пожелает? Что вы наделали? Во всем меня отбираете? Ну, уйди! Я... Не надо! Ну, вы-то тут как раз ни при чем А вы знаете, что такое любить? Просто любить И вам скажу Да, я люблю Игната Да Он ограбил наш банк Был он в маске Мы познакомились позже на суде Когда я выступала там с свидетельницей Да, я все это затеяла для того, чтобы помогать ему Да, да, я люблю его Мы с Игнатом любим друг друга Здорово И вы решили облегчить ему жизнь? До поселения ничего Даже лекарства невозможно передать И я узнала, что можно надрессировать голубей И я это сделала, я... И что же вы ему передавали? Наркотики? Наше дело Да, конечно Конечно, не мое дело Это дело милиции Я только одного понять не могу А гитары-то здесь при чем? Я не знаю, при чем здесь гитары Мои голуби отдельно А Олег со своей мастерской отдельно Я не понимаю, как вы вышли на меня через мастерскую Как перья-голуби оказались здесь мастерской? Я не знаю Я просто покупаю этих птиц И все Так, а Павел был у вас дома? Павел бывает у меня дома Я пишу музыку А он играет ее на гитаре А при чем здесь Павел? Ну вот, собственно, все и сложилось Ну так что, пора по домам? Да, денек тот еще выдался Но зато вы за один день столько всего вскрыли А что я такого вскрыл? Павел просто вынужден был признаться Что он взял перья в квартире у Вики Когда заходил туда в гости Он Олегу-то хотел отомстить любыми способами В том числе вызвать у него аллергия А почему Павел сразу не признался Что это он подбрасывал перья? Да, здесь я сам виноват Я его напугал возможностью смерти Олега От анафилактического шока А история Вики это вообще паровоз Она с голубями отсылала Игнату наркотики Ну, таким образом они собирались накопить денег И сократить ему срок пребывания на поселении Теперь Вику осудят Мне, если честно, даже ее чуть-чуть жалко Но она же все сделала ради любимого Кстати, посмотрите, что я нарыл Это по поводу Алены Ну, за которым стил Павел Оказывается, она в подростковом возрасте Состояла на учете В общем, пыталась покончить с собой Влюбившись в одного известного певца Ты это Олегуру скажи А еще лучше Павлу В отношении Вики возбуждено уголовное дело Мастерская Зотова процветает Олег женился на свете Они ждут ребенка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok